я приветствую тебя мой дорогой друг где бы ты не находился сейчас дома может быть ты смотришь меня на работе воздай богу славу там где ты есть сегодня мы будем говорить о смелости в благовестии я думаю в жизни каждого из нас обязательно были такие моменты когда мы стыдились говорить о боге стыдились свидетельствовать иисусе христе на славе божией но может быть в какой-то момент смолодушествовали в какой-то момент не решили сделать первый шаг с многими людьми вообще эта проблема она случается случается довольно часто и некоторые люди вообще отрезали от себя вот этот момент свидетельствовать благовествовать потому что они начинают говорить сами себе что я не евангелист я не благовестник ну на вопрос кто же ты они как правило тоже не отвечают я знаю что это очень актуальная тема поэтому сегодня я хочу просто показать в писании и показать на некоторых примерах как стать в этом вопросе решительным как не стыдиться благовествовать как не стыдиться нести евангелие как стать смелым я хочу сразу сказать дорогие друзья что я не буду вас уговаривать подобными аргументами что как же ты вот стыдишься а я я иисус за тебя умер он не стыдился висеть распятый на как же ты стыдишься вот говорить про него да или ну и я знаю что такое бывает есть такие знаете проповеди когда проповедник он с плачущим лицом он говорит послушай иди к своему стучись к своему соседу иди на улицу благовествуй потому что иисус умер за тебя дальше идут какие знаете ну на чуть ли не угрозы приводятся слова иисуса которые говорят если кто постыдится меня и слов моих в этом роде прелюбодейном и грешном того и я постыжусь перед отцом и ангелами моими да то есть когда начинается уже такая угроза что если ты не будешь свидетельствовать если ты не будешь благовествовать то сам иисус однажды он просто постыдиться тебя я хочу сказать сегодня прежде чем я даже начну говорить о смелости я хочу сказать нет людей которые попс по своей природе не стыдились бы благовестия и евангелие я имею ввиду если они не получили откровение об этой смелости как это сделал ну или как не получили от бога ключик как быть смелым в этом вопросе я сегодня поговорю за этот ключик но я хочу забегая вперед сказать почему я так утверждаю что человеку свойственно стыдиться потому что писание нам говорит что то что мы проповедуем вот это самое евангелие распятом иисусе христе до его воскресение а его вознесение вот это самое евангелие является безумием для мира и и сегодня я хочу сказать просто даже спросить на найдите хоть один способ делать на глазах всего общества безумные вещи находясь в здравом уме и не стыдиться вы знаете что для того чтобы делать безумные вещи в обществе обычно человек способен на такое только если он пьян или он сошел с ума поэтому наш ум и наша внутренность наша душа наша эмоциональная составляющая она будет противиться евангелию нужно нужно что-то особенное для того чтобы ты не стыдился и это нормально поэтому если ты сам по себе просто в силу своего характера в силу того что ты обычный человек ты стыдишься говорить безумные для этого мира вещи а это безумные вещи связаны с евангелием это просто нормально и поэтому сегодня я хочу поговорить больше о ключе как быть смелым потому что на самом деле дорогие друзья хорошо когда христианин когда верующий человек свидетельствует являет иисуса христа и в 16 стихе апостол павел он открывает тайну смелости тайну своей готовности тайну своей смелости конечно можно подумать что апостол павел был удивительно смелый человек но на самом деле он не ссылается ни на какую свою природную смелость он говорит я не стыжусь потому что евангелие или благовестие это сила божья я хочу сразу перейти к духовной реальности дорогие друзья евангелие это не слова евангелие это не дела евангелие это не доброта или не наша какая-то природная наглость или смелость евангелие это сила божья вот знаешь дорогой друг я хочу тебе сказать что ты перестанешь стыдиться евангелие перестанешь стыдиться говорить безумные вещи только если ты будешь переживать силу здесь конкретно вот эти слова потому что эта причина почему он не боится слова потому что я не стыжусь потому что это причина которая указывает на суть евангелие это сила это не о словах это даже не о добрых делах это даже не о том как в каком состоянии ты находишься евангелие это сила божья когда человек не понимает что евангелие это сила он начинает прибегать к методикам все что угодно не ощущая внутри никакой силы в связи с тем что он говорит безумные вещи для этого мира он начинает прятать евангелие за методиками человек начинает что-то раздавать человек начинает может быть даже иногда там кого-то кормить делать какие-то дела все что угодно все что может делать в принципе этот мир мир может заниматься благотворительностью мир может распространять идеологию мир может делать все что угодно практически все что делает церковь единственное чего мир не может делать это являть силу и вот именно этим явлением силы является евангелие здесь написано потому что она и сила божья ко спасению всякому верующему апостол павел в другом месте писания он говорит моя проповедь не в убедительных словах моя проповедь это явление духа и силы именно это является евангелием явление духа и силы я хочу сейчас вот эти два термина чуть-чуть разобрать привести примеры потому что есть явление силы явление духа обычно это все мешается знаете в одно целое в одну кучу и люди жаждут каких-то видимых чудес например все хотят чтобы исцелялись люди все хотят чтобы там инвалиды вставали с колясок все хотят чтобы ну какие-то явные такие вещи видимые физические происходили и это хорошо безусловно это является элементом евангелия но есть и отдельно от явления сил еще есть явление духа дорогие друзья я просто хочу привести маленький пример из жизни поразмышляйте на одну минуту что иногда препятствует зайти в какой-то дорогой магазин или дорогой ресторан когда ты чувствуешь свою несостоятельность если у тебя нету денег если у тебя нету какой-то банковской карты да у тебя какого-то нету счета и ты знаешь его цены в этом заведении они очень большие и даже твой внешний вид может быть твой твоя одежда она не соответствует ценам в этом заведении пересекая порог этого заведения будет нормальным когда ты чувствуешь какую-то скованность какое-то стеснение потому что ты прекрасно понимаешь что люди которые тебя сейчас видят они могут за две секунды оценить вообще платежеспособен ли ты и вы знаете дорогие друзья что в таких заведениях не будет работать ничего не будут работать убедительные слова или ваша характеристика ничего не будет работать там будет работать только платеж точно так в евангелии дорогие друзья нам пора это понять что там не работает ни какая-то методика распространения чего-то там не работает ни какое-то дело которое или не работает вообще твоя ну хорошесть или еще чтобы работает сила божья евангелие еще раз мы говорим об этом это сила божья и подобно тому как ты не можешь рассчитаться в каком-то ресторане ничем кроме денег ничем кроме определенную ну ценности до денег валюты точно так за спасение человека как написано это сила для спасения точно так спасение человека человек не может быть изъят из своего не спасенного состояния никаким другим способом кроме этой силы и эта сила дорогие друзья я бы хотел сегодня разделить ее как бы на две части написано явление духа и силы и это не всегда одно и то же на самом деле если бы мне предложили сказать чем отличается явление духа от явления силы но я бы наверное сказал в простоте что явление духа это тоже явление силы только физически невидимая то есть она больше направлено на влияние на мышление человека на его душу то есть с ним что-то происходит неочевидно но в результате он принимает спасение я сразу хочу привести пример явно наглядный пример из прямо из евангелия обращение самарянки с посмотрите самарянка разговаривал женщина которая не у не понимала кто перед ней стоит что перед ней стоит сам господь иисус она с ним разговаривает про и предполагаешь он просто иудей какой-то возможно учитель да и надо не понимает каким образом ей открывается это через то что иисус он конкретно говорит ей слово знание он говорит правильно ты сказала у тебя там было пять мужей с кем ты сейчас живешь это не муж тебе то есть он сообщает информацию которую он знать не мог берет открывает тайную сердце она сразу говорит удивляется приходит в изумление говорит я вижу пророк что это она говорит это она свидетельствует о том что произошло явление духа пророчество там слова знания она говорит и сразу же меняется все ее состояние она бежит в город она приводит людей она признает в нем миссию чудесное обращение чудесное уверование через явление духа точно так мы наблюдаем явление духа в обращении язычников в примере с апостолом петром он молится на крыше своего на крыше дома молится видит видение получает вразумление о том что ему надо сейчас пойти к язычникам считать их за очищенных богом людей и вот он приходит в дом корнилия он начинает проповедовать и написано пока он еще это говорил дух святой сошел на всех слушающих и они стали говорить языками и пророчествовать и для всех стало очевидно что дух святой на них и злился какое явление силы произошло кто-то исцелился нет кто-то вскочил с коляски нет кто-то воскрес из мертвых нет но очевидно явление духа произошло то есть что-то невидимое из-за чего состояние людей поменялось вот явление духа отвечает за перемену состояния людей то есть определенно может быть никто не исцелился но состояние духа души изменилась люди исполнились духа точно так в луки 4 22 люди свидетельствовали написано что когда иисус проповедовал и говорил о том что помазание на нем написано и все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати исходившим из уст его и удивлялись говорили не иосифов ли это сын определенном в проповеди иисуса христа и происходило явление духа люди переживали это на себе они чувствовали что с их внутренностью что-то происходит и удивлялись он говорит он же простой человек мы знаем его но в то же время внутренность она в этот момент свидетельствовала о явлении духа через его уста то есть слова благодати исходили из его уст еще один пример явления духа мы наблюдаем в деяниях 6 главе 9 10 стих здесь написано некоторые из так называемой синагоги либертинцев киринейцев александрицев и некоторые эскилики асии вступили в спор со стефаном 10 стих но не могли противостоять мудрости и духу которым он говорил конкретно автор книги деяний говорит о том что происходило явление духа они ничего не могли с этим поделать что он еще что еще называется здесь явлением духа мудрость дух которым он говорил это были не какие-то убедительные слова это было опрокидывающее всякие аргументы действия духа божьего они не могли противостоять не потому что даже им было нечего сказать написано они не могли противостоять они чувствовали полное отсутствие силы состязаться в разговоре с этим человеком вопрос был не в аргументах это знаете такой момент когда ты говоришь с кем-то очень власть имеющим и можешь чувствовать что ты как будто маленький в его глаза как будто маленький в этой ситуации точно так происходило с этими спорящими людьми когда они говорили со стефаном они чувствовали божий авторитет его словах и даже если они не соглашались этим они чувствовали себя я бы сказал никчемными в этом разговоре иисус сказал об этом так слова мои есть дух и жизнь апостол павел советовал верующим людям он говорит ваши слова должны содержать жизнь содержать жизнь вот это есть явление духа явление духа это скрытое проявление божьей силы влияющие на состояние людей то есть когда ты можешь говорить сильные божьи слова дорогой друг когда ты можешь говорить духом божьим когда у тебя превосходный дух кто-то иногда говорил мне часто что знаешь я не могу не евангелизировать я не могу благовествовать потому что я не всегда знаю что сказать он такой умный он такой начитанный он такой профессор у него 5 высших образований он весь в дипломах что я ему скажу или у него миллионы долларов он-то знает как надо жить в этой жизни и человек стыдится евангелие вы знаете я скажу такой пример что одна женщина работала уборщица у богатого человека и она хотела ему говорить об иисусе христе и останавливали и говорят что ты можешь сказать этому человеку ты понимаешь он мультимиллионер у него много денег у него столько имущества что ты ему скажешь и как ты его научишь как жить дорогие друзья я думаю что в евангелии вообще в библии ничего просто так не написано я только что зачитал в деяниях написано что против стефана поднялись очень ученые люди там прямо перечисляются кто они были и они не могли не аргументом что-то противопоставить они не могли противостоять духу что можно отнести к явлением духа это конечно же какое-то сверхъестественное знание сверхъестественную мудрость какую-то сверхъестественную проницательность наподобие той когда мы читаем евангелие как иисус он видел мысли человека но горит увидеть узнав духа мысли его сказал и это всегда имело эффект это всегда имело то что когда человек так как написано тайна сердце его разоблачается он говорит с тобой бог пророчество это классическое сильное проявление явление духа то есть определенная проницательность до духовная проницательность значит его и к явлениям силы относятся все проявления связанные с физическими переменами чудотворение там превращение воды в вино да то есть перемена физического состояния власть над стихиями определенные это все проявление силы конкретно силы проявлений силы божьей в писании достаточно много описано мы даже не будем их много перечислять исцеление чудеса под когда поднимают парализованных это все проявление силы главное различие явление духа от убедительных слов человеческой мудрости что явление духа убеждает сердце человека они разум его разум он еще он противится он говорит это безумие но его сердце говорит да 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 вот это главное различие и вы знаете апостол павел он практиковался он просто смеялся над человеческими аргументами и настолько доверялся явлению явлением духа что он говорит а я вообще буду только говорить распятый иисус распятый иисус и ожидаю что явление духа она будет в людях говорить вот это да 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 то есть представляете то есть сегодня многие люди они говорят что да мы будем раз только распятого христа проповедовать да мы будем говорить только распятый иисус вот павел об этом говорит павел мог себе это такое позволить потому что он имел откровение что евангелие это сила что евангелие не убеждает разум человека наоборот он говорит это нормально что это мир почитает безумием это нормально что люди не хотят это интеллектуально воспринимать мне говорит главное чтобы их сердце говорила да 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 и для этого нужно явление духа явление силы вот тогда люди они помимо своего интеллекта помимо своего какого-то устоя жизненного какой-то традиции какой-то твердыни в голове они вдруг начинают плакать они начинают соглашаться они приходят в божий страх они получают какое-то знание о своей жизни и принимают христа давайте посмотрим дальше дорогие друзья я вижу что первая церковь она даже никогда не мыслила таким образом что можно кого-то убедить следовать за иисусом что можно кого-то знаете как зааргументировать что можно кого-то просто обратить в какую-то идеологию они прекрасно понимали что это вопрос явления духа в четвертой главе описана эта ситуация когда уже началось гонение на церковь и они собрались вместе и они молились и говорили ты видишь господи все эти угрозы ты видишь обстоятельства но дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое и дальше они говорят в то время то есть одновременно с тем как ты простираешь твою руку на соделание чудес знамений исцелений именем святого сына твоего иисуса христа иными словами они говорили что наша смелость она в твоих явлениях наша смелость она в когда будет проявляться дух и проявляться сила никто не может быть смелым без явления духа дорогие друзья и 31 стихе написано что по молитве их поколебалось место где они были собраны и теперь внимание и исполнились все духа святого и говорили слово божие с дерзновением и вот я здесь вижу это самое откровение первой церкви о том каким образом человеку божьему верующему христианину не стыдится благовествования христова вот она смелость напрямую зависит от исполнения духом святым когда этого нет дорогие друзья когда человек не исполняется духом святым у него не может быть явление духа у него не может быть явление силы а значит он не может быть смелым и тогда он начинает закрывает свои уста и начинает раздавать брошюры просто пряча свою нерешительность робость иногда прямой страх в этой ситуации за это и за этими бумажками за этими какими-то книжками или же за какими-то механическими действиями когда человеку говорят и просто подходи и говори бог вас любит бог вас любит вы знаете что можно без особого и явления духа без особой смелости спрятаться просто за заезженной фразой для чего для того чтобы дух через тебя не тек как он не потечет потому что если ты не исполнен святого духа у тебя нету смелости тогда ты себя утешаешь тем что ты делаешь какую-то автоматическую работу не отвечая ни за какой результат но я тебе хочу сказать дорогой друг что такой способ благовестия он не то что не собирает людей для царства он отвращает людей от царства когда не является дух когда не является сила такое благовестие она никчемно и так я хочу сказать дорогие друзья что смелость в благовестии она связана с проявлением духа я даже скажу так что смелость это и есть явление духа первые верующие первая церковь они знали об этом смелость она в явлении духа точно так как мы приводили этот пример что смелость когда ты идешь какое-то заведение где нужно платить деньги она тогда когда у тебя есть деньги если ты понимаешь что у тебя есть ты идешь туда смело ты ведешь себя смело тебя чувствуют как человека платежеспособного тебе стараются угождать то есть вдруг из-за того что ты состоятелен у тебя появляется смелость и этой смелость еще не видят денег подчиняется весь персонал этого заведения видя твою уверенность точно так в духовном мире мы еще раз и еще раз этот пример когда ты исполнен святого духа твою можно сказать духовную состоятельность начинают переживать все не только те кто тебя слушает но даже те кто тебе противится как мы приводили пример с этими людьми которые спорили со стефаном также в писании приводится пример такой сверхъестественной смелости когда петр и иоанн были вызваны это написано в 4 главе книги деяний их вызвали к религиозным властям дать отчет что это они проповедуют и вы можете прочитать два стиха 8 и 13 в 8 стихе написано петр исполнившись духа святого сказал и говорил там к этому религиозному начальству очень смелые слова и уже в 13 стихе обратите внимание говорится об этих религиозных властях видя смелость петра и иоанна и там дальше идет написано что они вспоминали что те были с иисусом вы видите что исполнение святым духом петра в тот момент сделала его очевидно смелым в глазах этих религиозных властей знаете это даже не на улице подойти кому-то за иисуса сказать в эти в руках этих религиозных властей была их жизнь на тот момент они могли очень сильно поломать им жизнь они могли упечь их в тюрьму они могли казнить их они могли многие вещи плохие сделать избить их но тем не менее исполнение святым духом сделала петра смелым вот кто знал на самом деле что евангелие это сила это не какие-то аргументы это не какая-то хорошая репутация евангелие это сила итак дорогой друг мы понимаем что дерзновение смелости какая-то дерзновение это взрывная смелость это и есть явление духа самое первое явление духа это смелость когда ты начинаешь когда ты исполняешься духом божьим ты становишься смелым как написано и все исполнились духа и и говорили Слово Божие с дерзновением. Они говорили с дерзновением, они не стыдились, и этому была причина, этой смелости была причина исполнения Духа. Давайте, дорогие друзья, придем уже наконец к тому пониманию, что не может быть человек безумным ради Христа и смелым в Евангелии, если он не исполнен Святого Духа. И это ответ, почему ты до сих пор боишься. Итак, дерзновение – это не фамильярность, это не наглость, это не какая-то природная напористость, какая-то фамильярность. Я просто иногда, дорогие друзья, я видел, как некоторые, ну так скажем, благовестники, они были смелые в том, что делали на улицах, они подходили к людям, они благовествовали, говорили что-то о Боге, давали какую-то информацию, не в силу того, что у них было духовное дерзновение, не в силу того, что они были исполнены Духом, а в силу природной наглости, напористости, в силу какой-то, ну, раскованности определенной. И знаете, такие вещи, они есть у простых мирских людей, когда они могут просто подойти к кому угодно, заговорить с кем угодно. Вы слышали, конечно же, когда среди верующих людей есть такая беседа, такой разговор. Ну, и мне не так просто подойти к человеку и с ним заговорить. Мне не так просто с кем-то познакомиться. Я в силу своей природной конструкции, там, душевной конструкции, я не такой смелый, я не такой прямо. Это надо идти к тому, кто вот такой лидер по природе, кто такой смелый по природе, у кого там, как еще говорят, язык хорошо подвешен. Дорогие друзья, ведь это все относится к убедительным словам человеческой мудрости. И эта смелость ничего общего не имеет с настоящей силой, которая дана для спасения, про которую написано, что Евангелие – это сила. Исполнение Духом Божьим – это и есть явление, проявление Святого Духа, которое несет спасение. Вы знаете, я хочу сказать еще, что Писание говорит, 1 Коринфянам 12 глава, в 3 стихе, там сказаны такие слова, «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Один из переводов говорит, «Никто не может признать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Я сегодня говорю, вы понимаете, дорогие друзья, что человек, он не может по-настоящему признать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Может быть, ты ему даже нашел бы какое-то видео, где Иисус восстает из могилы. Может быть, ты вообще привел бы какие-то умопомрачительные доказательства того, что действительно Иисус – это то, о чем ты ему пытаешься убедить. Дорогой друг, я тебе хочу сказать, если Дух Святой через уста этого человека не признает Иисуса Господом, этот человек никогда не останется в этом убежденным. Только Дух Святой может действительно убедить человека. Это тот случай, о котором мы говорили. Мозги говорят нет, но сердце говорит – да, да, да. Это может делать только Дух Святой. И теперь у меня вопрос. Если человек не может признать Иисуса Господом, как только Духом Святым, как же человек может проповедовать Иисуса Господом не в Духе Святом? Конечно, не может. И вот это «не может» означает «не готов». Не готов благовествовать. Как Павел говорит, я готов, потому что не стыжусь. Человек, который не готов благовествовать в Духе Божьем, он не будет смелым, и он не будет готов. В другом месте Писания мы читаем, что свидетельство Иисусова есть Дух Пророчества. Перефразируя чуть-чуть эту истину, я хочу сказать вот так. Никто не может засвидетельствовать об Иисусе, если только не в пророческом Духе. Если ты только не готов изрекать из Духа, что является пророчеством, изречение из Духа, никто не может быть свидетелем Иисуса. В «Деяниях» мы читаем в первой же главе, он говорит, «И будете мне свидетелями, когда примете силу, сойдет на вас Дух Святой». Он говорит, ну я принял силу, на меня сошел Дух Святой. Но мы читаем, и исполнился Духом, и говорил Слово Божие с дерзновением. И если ты не исполняешься Духом, ты не можешь говорить с дерзновением. Еще привожу, я хочу вас убедить, дорогие друзья, сегодня, что Евангелие – это сила, это не слова, это не твой характер, это не дела. Евангелие – это Божья сила для спасения. Смотрите, во втором послании к Тимофею апостол Павел учит своего ученика, он говорит, 6, 7 и 8 стих. Это целое учение, дорогие, почитайте. Он говорит, по сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. 7 стих. Ибо дал нам Бог Духа, не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога. Смотрите, дорогие друзья, первые два стиха, 6 и 7, он говорит, возгревай Божий дар, который в тебе. Он напоминает в 7 стихе, что Бог нам дал Духа силы. И потом в 8 стихе он говорит, и так не стыдись. Слово «и так» означает на основании двух указанных выше причин. Ты можешь не стыдиться. Первая причина – это когда ты возгреваешь постоянно в себе Божий дар. И вторая причина – ты понимаешь, что это происходит силою Бога, не только свидетельства. Он говорит, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Но еще и, говорит, и страдай с благовестием силою Бога. Сегодня кто-то говорит, я знаю мучеников, как они страдают, как они все это выдержали. Вот ответ. Дорогие друзья, никто не может вообще ничего сделать для Бога, если только не силой Бога. Итак, дорогие друзья, давайте подведем итог. Главный ключ к тому, чтобы не стыдиться благовествования, не стыдиться говорить Слово Божье. Главный ключ к этому, к этой смелости – понять, что Евангелие – это явление Духа и силы. Это вообще не слова. Второе, что нужно запомнить из всего вышесказанного, что смелость – это явление Духа. Смелость, еще раз говорю, это явление Духа. Невозможно говорить в обществе то, что считается чушью, безумием, нелепостью. Я бы сказал так, в нормальном состоянии интеллекта. Вам нужно быть безумным. И что касается смелости, я хочу сказать, что это действительно явление Духа. И это явление Духа не только для того, чтобы благовествовать. Посмотрите, Стефан имел это явление Духа в разговоре с религиозными убийцами. Вы знаете, для того, чтобы противостоять религиозным убийцам, одержимым людям, которые противятся Духу, которые противятся вообще истине, для того, чтобы противостоять этим убийцам, нужна реальная смелость от Бога. Никто не может быть настолько наглым, чтобы играться со своей жизнью, со своей судьбой, если только он не исполнен Святым Духом. Поэтому для этого противостояния тоже нужна смелость. И это смелость в исполнении Духом. Поэтому, если ты не был смелым, дорогой друг, у меня есть большое желание за тебя сейчас молиться. Если ты не был смелым в благовестии, если ты все время стыдился говорить Божье Слово, ты не ощущал внутри себя дерзновения. Я хочу одновременно и утешить тебя, и одновременно и ободрить тебя. Утешить тем, что это нормально. Без явления Духа ты не можешь быть смелым. Никто не может быть смелым. Никто не может проповедовать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Поэтому, если у тебя этого не было, и ты ощущал трусость, ты ощущал малодушие, ты ощущал нерешительность в вопросах благовестия, вот ключ. Я не стыжусь, потому что Евангелие – это сила. И тебе нужно просто исполняться Духом Святым. Тогда ты будешь все более и более смелым. Это не произойдет с одного раза. Это не произойдет даже с двух раз. Это должно стать твоей жизнью, когда ты начинаешь исполняться Духом Святым постоянно. Это состояние смелости, подъема. Это состояние такого огня, света изнутри. Оно прирастает к тебе. Ты становишься все время таким. Вдруг тебе перестает казаться, что говорить благовестие – это что-то такое, ну, как неудобно, как дискомфортно, вдруг ты начинаешь быть смелым, вдруг ты начинаешь быть таким дерзновенным, превосходным. И, как написано, они видели смелость Петра, понимали, что они были с Иисусом. Люди будут видеть твою смелость, и для них это будет знамением, что ты с Иисусом. Не тогда только, когда встанет кто-то с коляской, или даже не тогда, когда кто-то исцелится. Первейшее явление Духа в твоей жизни – это дерзновенная проповедь Божьего Слова. Сейчас много всяких учений, дорогие друзья, о том, что какая-то слава Божья должна явиться, либо кто-то вскочить и побежать там парализованный должен. И ты, может быть, услышав это, подумал, ну, я так не могу еще, у меня нет веры, что я кого-то исцелю. Дорогой, стань просто смелым. И это обратит много людей вокруг тебя к Богу. Я хочу тебе сказать, из своей жизни, еще в те времена, когда я не сильно верил вообще в то, что через меня кто-то может исцелиться, я был очень смелым в том, что свидетельствовал людям. Все люди, которые обратились в то мое первоначальное время, когда я только уверовал, они в основном обращались к Иисусу Христу, видя мою смелость и понимая, что я с Иисусом. Пусть это будет сегодня с тобой. Я хочу, чтобы ты сейчас помолился вместе со мной. Я верю всем сердцем, что многие люди, кто будут смотреть эту передачу, когда во время этой молитвы вы будете, переживете, если ты понимаешь, что такое исполнение Святым Духом, ты переживешь исполнение Святым Духом. И если ты еще даже не знаешь, что это такое, ты почувствуешь необычные переживания внутри. И я тебе советую, чтобы ты их запеленговал, потому что сегодня Бог тебе даст ощутить, пережить, что такое, когда Дух Святой осуществляет свой прилив внутри. Можешь закрыть сейчас свои глаза, я молюсь за тебя. Просто сейчас послушай, что происходит внутри тебя. Пусть твое сердце, оно настроится на благодарность Богу. Это первый шаг к исполнению Духом Божьим, когда ты начинаешь располагать свою внутренность к прославлению и благодарению. Скажи сейчас вместе со мной, Отец, я благодарю тебя. Я благодарю тебя за силу, которая действует во мне могущественно. за то, что твоя сила, она может производить во мне и производит несравненно больше, чем я могу даже думать. Я благодарю тебя, что эта сила поднимается во мне, что она течет через мое тело, в круг моей жизни, что явление Духа, оно происходит, когда я начинаю говорить. Я благодарю тебя за этот невероятный феномен Духа, который дает мне смелость. И я прошу тебя, дорогой Отец, дай мне, твоему сыну, твоему рабу, со всей смелостью говорить слово твое, в то время как ты производишь явление Духа и силы через меня. Я принимаю решение исполняться Духом. Я благодарю тебя за эту уникальную возможность исполняться Духом. Я отрекаюсь от всякого страха и самоцерзания. Я благодарю тебя, что мне теперь не нужно нажимать на себя, насиловать свою душу, заставляя себя быть смелым, потому что у меня есть дерзновение Духа, потому что у меня есть исполнение Духом. Я благодарю тебя, что это стало возможным, благодаря твоему сыну. Я принимаю исполнение Духом Святым. И я молюсь за тебя сейчас, дорогой друг, положи на себя руку. Во имя Иисуса Христа я благодарю тебя, дорогой Святой Дух, что ты наполняешь сейчас каждого, кто слышит это. Я благодарю тебя, драгоценный Отец, что ты наполняешь твоей силой, независимо от того, каковы мысли человека. Сейчас прямо, потому что Слово Твое говорит, что сила твоя производит несравненно больше, о чем помышляет человек. Во имя Иисуса Христа пусть наполнится каждый человек, кто слушает это сейчас. Во имя Иисуса Христа, Дух Святой, наполняй, наполняй, наполняй. И, дорогой друг, если ты сейчас молишься, если ты переживаешь, что внутри тебя что-то происходит, начни сейчас или молиться на иных языках, или просто благодари Бога, прославь Его. Скажи, Отец, славлю тебя, славлю тебя, славлю тебя. Почувствуй этот прилив силы, почувствуй этот прилив смелости, это проявление как ясность в сознании. Вдруг твой ум начинает нормально соображать, ясно соображать. Воспламенение ума во имя Иисуса Христа, пусть рухнет контроль на твоем разуме, пусть прямо сейчас произойдет это наводнение внутри тебя, наплыв Духа внутри тебя, исполнение Духа внутри тебя во имя Иисуса Христа. Ты можешь чувствовать, как прямо Божьи потоки, они могут потечь по твоим рукам. Когда я молюсь сейчас за тебя, я чувствую, как Дух Святой течет по мне. И ты можешь чувствовать, как Он потечет по твоим рукам. Возможно, как будто ясное зрение прямо у тебя станет. Начнут ясные мысли приходить. Дух пророческий начнет говорить внутри тебя. Во имя Иисуса Христа. Пусть это Божья благодать и благословение. Оно проявится в твоей жизни обильно. Дорогие друзья, мы славим нашего Бога, так щедро одарившего нас духовными дарами. И мы будем еще продолжать эту тему. Подписывайтесь на канал. Смотрите, обязательно посмотрите два семинара, которые я выложил. Это «Голос Бога. Действия Духа» и «Детонаторы духовных переживаний». Обязательно посмотрите эти два семинара, эти две части. Вы реально просто можете научиться слышать Божий голос, научиться двигаться в пророческом даре. И, конечно же, самое главное – исполняться Духом Божьим. Я желаю тебе всегда ходить в Духе. До встречи. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»